Подготовительные работы на избирательных участках завершены. Все требования антитеррористической защищенности выполнены, рапортуют полицейские. На бдительность нацелили и всех домкомов с председателями ТОС. Наряду с избирательными участками, транспортом и местами массового пребывания граждан, внимание необходимо уделить и спальным районам, подчеркивает глава Сочи. Вы в обязательном порядке должны проверить свои дома, подвалы и закрыть их на ключ. Проверить чердаки, ну и самое главное, по каждому неизвестному для вас квартиранту, который будет находиться то ли в квартире, то ли на даче, то ли в гараже. Также, естественно, обращать внимание на забытые вещи, они могут быть не забытые, то есть проявлять бдительность, ни в коем случае самим не предпринимать никакие меры, сообщать по телефону 112. Также общественникам не лишний будет напомнить своим соседям, что на выборы стоит пойти и ради благоустройства своего же района. Сочинцы 18 марта будут выбирать и президента страны, и новый городской сквер. Впереди нам предстоит еще построить 16 пока скверов, это по 4 сквера в каждом районе города. Естественно, мы хотели бы, чтобы наши жители обсудили эти территории, и поэтому во время выборов президента Российской Федерации мы также предложим нашим избирателям, нашим горожанам также проголосовать и выбрать ту или иную территорию, тот или другой вид парка и сквера. И как он должен выглядеть, и какие там должны находиться спортивные сооружения, детские площадки и так далее. На избирательных участках разработан целый комплекс мероприятий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период голосования. Установлены камеры видеонаблюдения и средства тревожной сигнализации. На усиленный вариант несения службы уже переведены полицейские, казаки и подразделения Росгвардии. Мы проведем дополнительные проверки. Я прошу не успокаиваться здесь представителей участковых избирательных комиссий и территориальных. 16 числа мы пройдем еще раз по избирательным участкам, нажмем на эти кнопки тревожной сигнализации и посмотрим, кто приехал, в какое время приехали, готовы ли они обеспечить вам защиту и нашим гражданам. Вся информация, которая вызывает волнение у граждан, должна поступать в полицию, подчеркнул начальник УВД города Сочи. Телефон доверия только один. Круглосуточный телефон доверия 269-29-53. Это штаб оперативно создан, который в круглосуточном режиме получает информацию всего о выборах. В Сочи 347 763 избирателя. 18 марта, в день выборов президента России, на курорте откроется 221 участок. Продолжение следует...